Мансур, мы так никогда не вернемся домой, а я тут постоянно хочу есть. В кино, как в жизни, во время съемок даже в детской картины порой нет времени, чтобы покушать. Свою сцену приходится ждать по несколько часов. Однако все восполняется бурными эмоциями и адреналином от процесса. Это очень сложно, очень много энергии забирает. Я играю Марфу-искусницу, которая живет, получается, забрала к себе сироток, собрала их, как сказать, по лесу. И вот, мне это очень интересно, я этим занималась, занимаюсь, и я этим горю. Впервые, как актеру выступаю, я только начал заниматься этим. Почему тебе это интересно? Не знаю, я смотрю всякие фильмы, мне понравилось это, и я хочу сниматься в кино. Фильм-притча-сказка о том, как тобольские мастерицы обхитрили Хана. Дети погружаются в атмосферу 1500 года. Актеров немного, самому младшему 10 лет. На меня вышел режиссер детской киностудии имени Ролана Быкова с предложением снять фильм. Мне понравилась эта идея, я предложила своим учащимся родителям, меня поддержали, и вот мы решили все-таки снять фильм. Художественный руководитель Юрий Овчинников каждому актеру подобрал образ. Костюмы шили сами ребята и их родители. Недостающие элементы мастерили буквально из подручных материалов. К примеру, сапоги для старшего сына Хана изготовили из старого кожаного плаща режиссера. А кафтан – это обшитая мехом куртка актрисы. Бюджет фильма небольшой и состоит из пожертвований родителей актеров. Арсений начал посещать модельное агентство, и поэтому, когда предложили поучаствовать в фильме, тем более фильм исторический про наш город Тобольск, и я прям загорелась, чтобы мой ребенок снимался в этом фильме. Я считаю, они просто молодцы. То, что они, скажем так, помимо своих основных задач, своего агентства, арт-агентства, они вот нашли в себе силы, смелость для того, чтобы замахнуться на кинопроект. Сейчас очень много внимания уделяется так называемому нашему отечественному российскому туризму. Очень много внимания, скажем, вокруг городов, в которых есть какое-то историческое прошлое. Ну и в вашем замечательном городе Тобольске очень много фестивалей проходит. И наш фильм тоже, собственно, готовится для показа на кинофестивалях. Площадка для съемки фильма выбран туристический комплекс «Обалак». Ну что ж, на счастье! Ура! На экран короткометражный фильм выйдет уже к началу лета. Наталья Китова, Михаил Куревич, Котобольское время.